всех приветствую сегодня у нас на обзоре наушники hokko eq 12 сначала кратко если вы искали tvs наушники с идеальным или близком к идеальному звуку то вот они у них тот самый звук который вы хотели то есть открытый очень хорошая середина отличная верха отличные низы намного например лучше чем скажем какие-нибудь там дорогие huawei или real me там или ну любые другие вот что я слушал у этих звук более приятное соотношение имеет идеальный знаете идеальный именно хорошим соотношением хорошей отличной серединой верхами и низами то есть вот все все как надо наконец-то hoko сделали эти самые наушники те самые которые вот все так ждали по звуку по звуку вот еще у них очень неплохой микрофон для разговора вполне подходит немножко хуже чем у телефона но отличный звук не как из бочки и вполне себе это если кратко а теперь если долго если долго то кроме звука и относительно неплохого за свою цену 800 с небольшим рублей на валдберрис они стоят микрофону у них ничего хорошего больше нет корпус сами видите пластик такой ну вот так себе знаете вот сейчас фокусирую попробую так себе пластик короче вот вот видно да то есть небольшой облойчик эта штука насквозь просвечивается то есть например видно насквозь то есть вот здесь вот будет видно сквозная дырка отсюда и тут очень неудобно вынимать из корпуса то есть когда вы вынимаете их палец задевает за вот эту вот штуку и может быть брак такой небольшой эти усики слишком сильно поджаты и например левый слегка не доходит видите до конца приходится пальцем до конца туда досовывать конечно легко вылечить но оставлю пока так хорошего в них кроме звука и микрофона опять же микрофон за свои деньги ничего особо нет вообще ничего но может дизайн кому-то понравится поэтому это наушники только для тех кто хочет самый лучший звук в твс ушах какой только может быть не просто за эти деньги тысяч наверное до 15 даже так вот вот и это звук который хорош там допустим где-то на тренировке там на улице дома если средний такой шум но если вы там прям меломана и вам в полной в полнейшей тишине нужно их слушать то там будет присутствует небольшое такое как бы шипение там или что-то в этом роде от блюту то есть если вы вставляете в уши и полная тишина вы слышите немножко такой еле-еле слегка слегка вот поэтому это звук идеальный наконец-то вот кто искал идеал вот он идеал лучше чем любых других твс и не твс тоже кстати вообще лучше не слышал отличный отличный звук отличный именно тем что у него такая вот знаете есть определенная ширина то есть он не глухой он не такой вот прям не закрытый он именно открытый звук такой аудиофильский хороший звук причем с офигенными низами с офигенной серединой и хорошими верхами для примера у хока была самая удачная в плане звука модель кажется это его 51 у него из минусов это то что лайтинг разъем от айфона вот в остальном звук у них был идеален звук был идеален относительно вот но они были глухие закрытый микрофон очень глухой как из бочки то есть вот их надеваешь низы в них прям очень хорошие браж может чуть лучше чем вот у этих по мощности но кроме мощных вот этих вот низов они были так такой звук знаете закрытый закрытого характера то есть вот как вы сидите в какой-то маленькой тесной тесной комнатушке и там он звук знаете ощущение было еще моделька его 56 ну знаете на очень похожа мне кажется звук немножко стал песочить чуть-чуть на средних высоких вот низы у них даже круче чему его 51 и разъем наконец-то в избишный микрофончик по моему даже чуть лучше чему его 51 . мод надо кто таких любитель мощнейших низов потому что лучше чем вот этих наушников ну или вот этих внизу вообще не найдете то есть это самые басистые там для самых лютых басхедов вот у этих вот таких вот сверх низов нету но потому что здесь они вот реально сверх здесь вот не сверх здесь они такие какие должны быть низы то есть прям идеальная вот в принципе в основном чё хотел сказал нет не все еще знаете у них управление тоже плохое то есть тут вот где-то вот сенсор вот здесь вот находится вот здесь то есть регулировки звука нет ни здесь нет ни где вообще нигде звук не регулируется как я понимаю хотелось бы мне ошибаться стандартный набор по по касаниям в общем как у всех остальных обычных но ерунда неудобно причем когда касаешься вот сенсор тут палец ощущает этот переход здесь и ощущение эти неприятные вообще не премиальные так что по управлению так себе не ничем они не выделяются кроме дизайна и и звука в первую очередь звука потому что звук это прям вот он такой какой я например мечтал о таком звуке наконец такой какой надо шумодала в них нету но это сейчас скорее хорошо потому что толку в таких наушниках от шумодал мало как правило из-за плохих микрофонов вот повторюсь тут открытый идеальный близкий к идеальным звук если хотите звука то вот они